всем привет друзья вы на канале слесарь 6 разряда долговцы побежали атаковать припять а мы отправляемся в x10 что у меня поменялось мест с момента нашей последней встречи я сходил на янтарь сахарова по продавал там артефактики всячески подзаработал денежек себе немножечко вот поменял оружие вместо сега взял вал так как сику прицелы а так и не нашел такое впечатление что в этой модификации он отсутствует напрочь сейчас сейчас аккуратненько прихлопнем там вот чувачка чтоб он нам не мешал и двинем спокойненько дальше вот детектор себе у сахарова купил который показывает аномалии эти активные зоны и прочую гадость шухер наведем пацанам как красиво вот я бы там точно не выжил они стопудово выжили даже вдвоем я в этом просто уверен вот эти стоит он там целится куда-то взрыв бочек ему не повредил нисколько и где-то еще и 2 будет ждать тоже сто процентов он жив он ходит чудила да что такое в затылок почему-то не убивался наверно у него затылок бронированы там какие-нибудь титановые пластины может вшиты в нем вот ну и собственно наверно больше больше ничего нового не расскажу все остальное у меня вполне даже так по старому как-то один раз эти бочки докатились до меня и мне было довольно таки даже больно вот а с этими прокатило ребятами то есть этим бочки повредили ну и на раз на раз не приходится только этого вот пришлось добить кто там затворами щелкает подождите пацаны сейчас и до вас доберусь так сразу же сразу же вот этого приговорим прячется он там конечно прячься не прячься мы тебя все равно вы ищем так и так думаю что да еще одна вышка так как как ай молодец ай красавец ну и сто процентов вот там стоит чувак да конечно вал немножечко на таких расстояниях не точен но за неимением лучшего обойдемся в принципе машинка довольно неплохая по дереву я не полезу там их много судя по меткам поэтому пойдем кругом еще полтергейст где-то там летает гаденыш ну куда-то куда-то чувак ну подожди ты хочешь сказать шефте не попал что ли а чтоб так слабо как-то реагируешь куда он вообще делся эй эй брат монолитовец ты куда делся странно он какой-то а он чё там паникует непонятно чего он еще один отлично свала даже особо не приходится в голову им целиться они так хорошо отходят в мир иной так сказать к себе вздеваем а то мало ли все-таки модификация на сталкер имеют свойства велитать там труп уже валяется или он там спать лег дайте к на всякий случай ему контрольный в голову пропишем или его там как стрелок про пришел так он и валяется так у этого титановых пластин нет в голове эй вылазь чудо не хочет валины гранат у меня нету ладно ребята придется придется вас да отлично просто великолепно нравятся мне эти ребята так уверенно смотрели куда-то в светлое будущее и тут пришел я и испоганил им все на свете да тихо ты какой же я враг то это ты враг я нормальный человек начинается все активизировались черти полосатые пули свистеть над головой вот же гата я шива теперь не вижу спрятался ух ты сколько вас там сколько вас там желающих попить моей крошки то дожди подожди где там чушь я скотина то если если б ты в меня не стрелял то я бы себя тоже не стрелял бы а он еще один молодец хорошую позицию занял так 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 ну и где там из елок стреляешь вылазь давай ой ну утомили утомили просто надо менять позицию хорошо тихо 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 снова снова вы бы хоть меняли бы да хорошо поиграл и правильно ибо нефиг борзеть а то вылез тут тоже мне герой тихо 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 зацепила его надо было сидеть спокойненько себе дома в своей деревне и не зацепила бы тебя а то полез он тут во славу великого монолита понимаешь геройствовать так ну ребят вы давайте это пошустрее а то мне еще в их здесь надо идти а вы мне тут мешаете подвиги совершать молодец я тебя прикрыл ты просил чего и тихо 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 обнаглел совсем где он гад так вон он тихо 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 ну пацаны вы что блин вы же меня так убьете я все-таки как-никак главный герой мне нельзя так просто убивать дело где ты там орешь чудо не знаю откуда ты взялся чел да еще и с такой винтовкой ну наверное специально только монолитовцам такие выдают так откуда в меня стреляют непонятно ну и ладно и хрен с вами пойду я пойду я вот-вот-вот полтергейст мне тут как раз таки не нужен иди лучше с монолитовцами пообщайся а не нравится не нравится так ну что стоят они здесь как в оригинале я думаю что стоят как раз два человека ах ты гаденыш а не дотерпел высунулся высунулся ну окей за что боролся на той напоролся ну и там по идее тоже еще один будет поэтому надо быть готовым кстати вот и патрончиков то пошло довольно таки не хило я даже не по обыскивал этих чертей сейчас наверное перед входом в x10 надо будет вернуться обыскать может найду я у кого-нибудь все таки патрончики такие как мне надо было бы у меня граната я бы тебе конечно туда гранатку закинул так нет придется тебя выщемлять вот ну извини человек не хотел я так у тебя что тут мосинка 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 нам не пойдет ну окей ребят сейчас я вернусь их обшмонаю и потом встретимся уже в лаборатории ну что ж друзья монолитовцы оказались довольно таки отсталыми и перспективным оружием никто из них пользоваться не хотел так начинается с самого начала контролеры нам тут угрожают понимаешь у всех были или абаканы или на крайняк натовское какое-то оружие и ни у кого не было патронов 939 к сожалению так нахрен 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 ну что ж надо быть готовым к встрече с этим чудом зоны не знаю насколько он близко но рычит довольно таки угрожающе я даже квик сейф сделаю от стран так а собственно да у меня же где то есть код 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 доступа код доступа код доступа 197 50 208 197 50 208 ура ура товарищи мы получили доступ в эту секретнейшую лабораторию из которую возможно уже и не выйдем не новое это выйдем конечно но но тут должно быть по идее очень опасно и страшно кстати контролер может нас пугу так это уже не контролер это уже суть по всему товарищи бюреры или полтергейсты хотя меня не радует ни наличие бюреров ни наличие полтергейстов так где же этот гад где же этот гад контролер ищет поганые так кровосос здесь будет меня встречать или здесь вместо контролера кровососа и кровососа контролер вон 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 он кстати вон он вон он гад колен специально подсовывает специально подсовывает зомбаков да не очень то она их не очень то она их убивает чуть совсем так не ай 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 у меня ситуация без патронов скоро останутся ладно может оставим этих двоих за спиной может не причатать не причинят они там особых неприятностей так ну что где же их хозяин есть должен же он уже где-то здесь быть так тут ничего нету ничего ну вот наверное где-то здесь он и будет ах ты гад а да я совсем забыл что у меня что у меня стоят на одиночные патроны да даже взять с тебя нечего так там что такое где-то бюрер еще здесь да вроде как не здесь так ладненько сейчас по обыскиваем тут ящички вдруг все таки дроби найду ну или 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 так ни того ни того патроны эти мне не нужны хреновых мне подсовывается подожди дорогой сейчас я приду и с тобой разберусь так гранатки подберем потратился я все таки немножечко так 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 вот еще один ящичек в котором них хрена нету еще одного кровососа они тут замочили да с кровососами мне конечно не приходится сражаться потому что их благополучно завалили без меня ну где же ты товарищ в кожаном плаще товарищ в кожаном плаще граната нихрена нихрена это тот же результат аптечка и чуть-чуть патрончиков правда по-моему и каких-то ненужных подобрал но зато и нужные есть окей сохраним достигнуты прогресса то мало ли вдруг их потом не будет в этом ящике и идем дальше искать нашего героя вот он ах ты гад а да что ж я тут застрял то неужели у меня такая шикарная защита в экзоскелете и подожди сам пришел сам пришел на погибель свою да защита у меня и прям неплохая так подожди ты где глазастый так глазастый ушел ссыканул снова завалили кровососы ёлки-палки бедные кровососы блин тихо 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 все равно уж не убьешь у меня артефактов блин навешано столько что ты себе даже представить не можешь почему-то не хочет умирать падла не хочет это падла умирать абсолютно где он дальше убежал ныкайся не ныкайся я же тебя все равно выщемлю ну вот видишь а ты боялся даже плащик не помялся красавец ты без руки так ну что в борьбе как-то я и не осматривал окрестности что мне вообще здесь надо найти найти отчет об аварии на час 2 вообще судя по фотографии я вроде бы туда и пришел я надеюсь тут никаких неприятностей больше не будет вот 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 судя по фотографии вроде бы сюда мне и надо и даже что-то я вот вспоминаю вполне возможно что надо спуститься вниз вот туда где-то тут есть лесенка спускаемся по этой лесенке и вот стоит ящик наверное тот ящик мне и нужен ну точнее лежащий в нем документ да отчет об аварии на час 2 принятые меры по уменьшению радиоактивного загрязнения на часы вокруг нее включали в себя вырубку и сжигание хвойного леса вокруг станции на площади радиусом около 1 км советские ученые атомщики предоставили доклад об аварии международном агентстве по атомной энергии МАГАТЭ во время встречи в Вене в Австрии после аварии доступ в 30 км зону вокруг станции был закрыт для всех кроме официальных групп исследований а также для команд эвакуаторов незараженной техники так задача выполнена и доступно новое задание давайте же ознакомимся с этим заданием найти код лаборатории x18 номер 1 найти информацию о новых кодах к лаборатории x18 есть данные что ее ты сможешь найти в районе НИИ агропром возможно что она будет не в самом НИИ а под ним в канализациях где стрелок любил устраивать свои тайники ага то есть по ходу ребят нам нужно сейчас отправляться на агропром и тонко так ненавязчиво намекнули что скорее всего в тайник стрелка окей в тайник так в тайник ну вот мы ребята и практически уже в тайнике стрелка совсем немножечко осталось до сюда ничего интересного не было и только здесь я уже решил немножечко записать сейчас придется чуть-чуть пострелять военных хотя вот странно как то почему я их должен стрелять то я вроде как сам военный ни хрена я не могу этого понять но тем не менее они нам а наемники ясно тогда все понятно авторы очень хитро решили эту проблему так ну что ж ты что ж ты там бессмертный то такой даже мне успел зарядить немножечко так следующий отлично молоток и где-то еще три тела жмутся стесняются выходить может быть даже и здесь хотя не хотел бы я конечно сюда идти ай-яй-яй-яй вот не зря я сюда не хотел идти я хотел в принципе сказать что не хотел бы я сюда идти из-за кровососа который может выскочить слева но как оказалось вместе другая причина товарищи наемники ждут меня и здесь ну в принципе ждут они меня везде я так понимаю ну что вы выходи уже давай вот замечательно кровососа ты спишь ну и спися дальше так еще не все ну ладно давайте пойдем сначала разберемся с этими наемниками до конца а после уже отправимся по своим делам в тайничок интересно как хрена здесь делают наемники абсолютно непонятно ну это понятно что авторы заменили военных на наемников но логическое объяснение что они здесь делают пять человек а мне туда надо вообще-то а мне туда не надо пойду-ка я схожу в тайник стрелка и потом обратно выйду тем же путем каким пришел я не думаю что они спустятся сюда и начнут меня атаковать на хрена же мне лишний раз рисковать так надо было может сохраниться пакость тут никакая нас не ожидает ну вроде как нет ну давайте вот здесь и сохранимся так отлично ну и вот кажется вижу я уже то что мне нужно новый код лаборатории x18 я владимир юродин я был главным инженером в лаборатории x18 организации юхосеев после аварии кодовое название b47a мы приняли решение закрыть лабораторию снова и изменить коды моя жена спрятала код в секретном месте на ч.с. вот так вот а на ч.с. ребята помните мы код подобрали то есть вот логика какая авторов погонять игрока по всей зоне сначала вот где мы были в x10 да с x10 меня пригнали на агропром а с агропрома нужно бежать обратно на ч.с. ну это жесть конечно так задача выполнена причем в двойном объеме и нам нужно найти специальный кпк с детектором нужно раздобыть особый кпк являющийся при этом детектором аномалии его изобрел профессор круглов запечатавший x16 нам важна та информация которую круглов сохранил в его памяти в ней могут содержаться факты о деятельности ухсф круглов нейтрален к нам так что ликвидировать у него нет необходимости мозги у него промыты так что он уже ни черта не помнит он даже сам не понимает насколько важен его кпк приблизительное местонахождение устройства где-то в районе янтаря порасспрашивает там народ могут быть зацепки ну что ж замечательно ребята двигаем на янтарь так 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 то есть нам надо было где-то еще документы мертвого города ключ деск ё-моё сколько всего интересно хорошо ребята встретимся значит в районе янтаря ну вот мы на янтаре друзья и наше задание сейчас говорит нам пора спрашивать народ вот может быть мы найдем какие-то зацепки о месторасположении самого круглого и устройство которое находится при нем и так как из народа здесь присутствует в принципе только начальник охраны интегрированный в ёлку и по-моему не желающий с нами общаться ну да не хочет он с нами разговаривать и сам профессор круглов то остается нам только поговорить с круглом чем мы сейчас займемся так 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 профессор здравствуйте вы наверное лейтенант прибой я не ошибся чем я могу помочь вам молодой человек добрый день да я прибой шухарт расследую дело про юхсф в данный момент меня очень интересует вообще меня в данный момент ребята очень интересует может быть кто-нибудь мне подскажет как можно бороться вот с этой ерундой когда диалоги уходят куда-то вот туда и я не могу прочитать пока я не кликну на этот диалог извините что так прервал но честно мне это очень интересно может быть кто-то знает как это исправить в данный момент мне очень интересует вся информация по ней какая только есть вы наверное могли бы мне помочь что же давайте попробую я знаю что профессор круглов работал на юхсф что вы об этом знаете он работал в лаборатории x18 недалеко от свалки на территории темной долины там проводились эксперименты сути которых я не знаю до меня лишь доходили слухи о вирусах зомби странных экспериментах на животных и даже на людях но профессор круглов никогда не говорил про это мне кажется просто боялся чего-то еще его постоянно мучили ночные кошмары он даже кричал во сне что-то про код доступа или пароль но увы я не помню какое число он называл а где мне сейчас найти профессора круглова он пропал в прошлом году когда спустился в x16 после ухода оттуда меченого он тоже не вернулся вам стоит поискать его там бедняга а можете побольше рассказать про эту x16 мы интересуемся x16 очень давно а точнее нам интересны устройства излучающие пси волны которые приводят к таким страшным последствиям как зомбирование попавших под его действие людей сама лаборатория была закрыта организацией ЮХСФ затем они включили пси-излучатель мы создали специальный защитный шлем но последний прототип был отдан сталкеру меченому в прошлом году он кажется отключил пси-излучатель но так и не вернулся к нам однако он выяснил что стрелок которого он так разыскивал это он сам и есть представляете оказалось что он потерял память и бродил по зоне какое-то время как зомби разыскивая самого себя ой извините я отвлекся вход в лабораторию найти нетрудно он под большим зданием во дворе завода но там все еще множество зомби будьте осторожнее так на этом диалог заканчивается если честно он вызвал у меня чувство такого небольшого дежавю мне кажется что этот диалог мы уже читали но тем не менее он уже прочитан так 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 патронов патронов в принципе у меня хватает единственное меня смущает то что я таскаю с собой этот дробовик и кучу дроби к нему как-то очень он меня не порадовал своими возможностями сейчас в лаборатории мы его еще раз проверим и если он действительно бесполезен просто напросто выкину я его и не буду таскать лишний вес потому что дробь весит довольно таки много ну и сам дробовик тоже имеет какой-то вес хоть и небольшой на территории друзья я встретил только трех снорков и могу сказать одно что дробовичок здесь довольно таки все таки неплох так ой зомби 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 подождите по крайней мере против снорков он был очень хороший так вот с зомбиками уже не так хорошо ну что где ты там прячешься а тут ира в принципе по моему довольно таки неплохо его там заколбасило так что больше вроде ничего тут нам не угрожает огненный шар даже не знаю стоит ли его подбирать с моим перегрузом ну в принципе немножечко еще есть веса так там ничего нету вроде бы ничего и в ящике тоже ничего окей спускаемся дальше так что у нас что у нас здесь посмотреть пистолет пулемет вот кстати да вот не знаю поэтому не буду читать мне уже указали на мою ошибку я прочитал хенкель мне сказали хеклер и кох честно говоря не знаю что здесь поэтому не буду утверждать в общем всем нам известный mp5 под патроны 45 калибра также патроны сами опа на ребята прицел огок который я так долго искал чтобы поставить его на свой сик ну давайте заберем прицел винтовку к сожалению к сожалению забрать не удастся наверное а нет винтовка еще поместилась вот патроны уже нет ну ладно винтовку хоть продадим сахару все таки деньги как никак так и продолжаем спускаться дальше то есть теперь у меня есть прицел теперь я могу уже полноценно использовать свой сик так 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 ну давай давай спускайся все 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 ребят возврата нет теперь нам путь только вперед так там зомбики мельтешат мы для начала проверим снорка в туалете обычно он там ныкается отлично и по моему да замечательно все таки дробовичок здесь просто шикарен наверное я запутался немножечко и перепутал его с этим с аномальным дробовиком из тт2 который на самом деле довольно таки убогий из которого очень трудно убить какого нибудь монстра так наверное даже не буду я их обыскивать этих зомбиков все равно у них ничего нет интересного отправимся сразу дальше так здесь здесь нам пригодится граната я надеюсь а может и не пригодится но хуже не будет в любом случае так поутихло все лежат два тела там не удается мне их пробить через ящики ах ты еще один отлично отлично контрольный в голову и пойдем вот здесь вот обыщем ящички здесь по моему где-то должны быть патроны для вала если конечно ничего не изменено здесь ну да вот они вот они наверно уже ничего не будет интересного ну граната давайте ладно берем гранату и все и я не могу сдвинуться с места даже даже выкинув эту ладно выбросим обе да я как всегда переполнен по самые помидоры таскаю с собой все что только может пригодиться ах ты как хорошо что ты промахнулся товарищ снорки тоже промахиваются Акела промахнулся так двигаем дальше там наверное будет еще один снорк а может даже и не один а я а я как всегда не перезарядившись ну ничего сейчас мы быстро с ними справимся снорки здесь прикольные ой прикольные прикольные ну кажется они мне сейчас жопу надерут что-то у меня не получилось с ними да ёлки-палки что-то прям вообще вот но тем не менее такое впечатление что они меня просто пугают они даже меня не поцарапали так ничего интересного делаем сохраночку меняем оружие точнее прицепим прицел на всякий случай к нашей винтовке и отправляемся ух ты так тут даже довольно светло то есть в принципе мне наверное даже и не очень-то сложно здесь будет так вот первые первые кандидаты уже появились в поле зрения и отгребли свою законную пулю в голову да что такое что ж ты что ж ты не убиваешься никак вон там вверху еще ползает один но 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 отлично отлично вот еще один появился или даже не один даже не один даже двое их там так на радаре еще два тела я думаю особых проблем они уже нам не доставят даже если вдруг и появится непонятно откуда все таки артефакт меня защитят а сейчас мне интересно что там за тело на метке где три вот там сзади вот здесь где-то какое-то у пана а это не нашли товарищ круглов может мне идти никуда не придется так а чуть по лестнице не хочет спускаться так ну да действительно смотрите профессор круглов это кпк а также широкополосный сканер может засекать пси излучение и четыре вида аномалий так что стоит повесить его на пояс многие старые члены ухсф использовали это устройство для обнаружения пси излучения в рыжем лесу и на янтаре похоже в этой штуке содержится какой-то материал и ухсф но у меня недостаточно подготовки в биологии чтобы в нем разобраться стоп нацарапан какой-то код на корпусе 022138 сохраню-ка я его для дальнейшего исследования ну что ж подбираем подбираем этот кпк и получаем новое задание куда нас забросят в этот раз разработчики вот да найти отчет юхсф об аварии точно известно что он в лаборатории x10 фото место прилагаем понятно кажется я уже догадался что это за дверь ребята да и вы я думаю тоже ну что же делать нечего отправляемся в x10 и встретимся уже там но встретимся мы ребят там наверно уже в следующей серии а на этом я с вами попрощаюсь всем кто досмотрел удачи в реале и виртуале не забываем про лайки и комментарии и до новых встреч а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok